Доброе утро, Дмитрий. Ну, прежде всего, хочу задать вам такой вопрос. Как, на ваш взгляд, скажется потеря Хасана Насралы на Хизбалле, ну и на Иране? Потому что, ну вот, если мы говорим о том, что Хизбалла – это, в общем, не просто такая вождистская организация под одного человека, а серьезная такая система, да, то, может быть, там замена одного лидера на другого, может быть, и не окажет какого-то существенного влияния, тем более, что там вот некоторые говорят, что тот, кто заменит Хасана Насрал, он может быть еще более радикален. То есть, как это скажется, какова, скажем так, роль этой личности в истории? Я с трудом, наверное, могу ответить на этот вопрос. Это большая серия людей, которые разбираются профессионально в структуре Хизбаллы. Тут надо действительно обладать большей информацией и большими знаниями. Однако, если рассуждать теоретически, ну, в этой ситуации что мне еще остается, да? Смотрите, не бывает такого, чтобы у организации с уходом лидера заканчивалась ее жизнь, да, особенно такого рода. Организации, они, как правило, удивительно живучи, и если они действительно основаны на какой-то идеологии, а Хизбалла, безусловно, это, прежде всего, да, это идеологическая группировка, и вообще, собственно, не только террор, не только армия, не только там Радуан, беспилотники, там, ракеты и все остальное, это еще и партия политическая, она представлена сегодня в парламенте. Сегодня это часть легитимного политического спектра Ливана, нравится нам или нет, поэтому склонен я думать, что с уходом Хизбаллы в мир иной Хизбалла, несмотря на болезненный удар по ее способностям, возможностям, потенциалам и арсеналам ракетным, все еще не перестает существовать, а, соответственно, она будет представлять для нас угрозу, уже хотя бы потому, что вместе с тем, что я сказал, и вместе с тем, что она обладает определенной самостоятельной ролью в Ливане, все-таки это еще и прокси-агент Тегерана, а Тегеран не для этого 30 лет финансировал Хизбаллу, создавал ее, выпистывал, можно сказать, чтобы вот так вот в одночасье, бах, нет насравы, нет Хизбаллы, и все, и ничего нет, и все хорошо у нас, да, все-таки это агент влияния Ирана, руками которого Иран собирается вести с нами войну, и это, в общем, как бы вот стратегия, стратегия Ирана в противостоянии с Израилем и распространении своей швидской оси, поэтому я, в принципе, не советовал бы сейчас впадать в эйфорию, там, ура, мы ломим, гнутся шведы, вот это вот все, это все с нами периодически играет в злую шутку, на самом деле, не раз уже в нашей истории это происходило, самый свежий пример это 7 октября, поэтому, ну, как бы, конечно, нельзя говорить о том, что все пропало, шеф, да, как показывает наша армия, Хизбалла имеет слабые точки, можно туда проникнуть, проникать, и вообще на удивление, согласитесь, мы все последние годы хватались за голову и думали, что же с нами будет, нам Хизбалла там засыпет нас ракетами, вот, а выясняется, что против нее можно эффективно воевать и даже очень, как бы, ну, достигать определенных успехов, более чем успехов, если под таковым понимать не только ликвидацию самого Насрала, но и всю верхушку, на самом деле, мы положили так очень эффективно за считанные дни, не говоря уже об ударах по тем самым арсеналам Хизбаллы, то есть, ну, вполне себе враг, с которым можно воевать и которого можно побеждать. Сказав это, я бы все-таки не говорил о том, что его нельзя недооценивать, мы еще не видели всей полноты мощи Хизбаллы, по каким-то причинам, на мой взгляд, мы еще не почувствовали себе, на себе это, а именно почему, потому что вы ранены, видимо, не принято соответствующее решение, поэтому Хизбалла будет продолжать существовать, это безусловно, в несколько ослабленном виде, это тоже для нас хорошо, создавшимся от невозможности, который у нас появился, царь должен делать именно то, что он сейчас делает, это спокойно работать по банку целей, просто, ну, вот, сводя на нет все усилия Хизбаллы, которые они накопили за последние годы, но это слишком мощный такой, мощный монстр, такое чудовище, чтобы одним ударом его убить. Сегодня в одном из израильских средств массовой информации было опубликовано сообщение о том, что еще 11 октября прошлого года спецслужбы израильские предлагали Бениамину Нетаньягу ликвидировать Нашралу, якобы было такое, ну, вот, окно возможностей, но тогда приказ не был отдан. Как вы считаете, почему Нетаньягу так долго тянул? Ну, тут тоже надо разбираться именно в личных мотивах конкретно Бениамина Нетаньягу и говорить о присущем ему стиле, да, решении проблем в самый последний момент. Он, как правило, затягивает решение всех ситуаций. Я не говорю конкретно про Насалу, это, в общем, стиль, который его характеризует. Я слушаю Галейца, извините, что напоминаю, говорю в эфире про ваших конкурентов, евретоязычных, но, тем не менее, коллег, можно сказать так. И я обратил внимание на интервью Йоси Коэна, которое он дал несколько месяцев тому назад. Бывший шеф Масада. Бывший шеф Масада, это важно, и не менее важно, это человек, который по всем параметрам считается лицом, приближенным к Бениамину Нетаньягу, согласитесь, да? Йоси Коэн в одном из интервью Сефио Вади и Аниль Кузину сказал, что вопрос ликвидации Хасана Насралы, это вопрос принятия решений политиками, то есть, вернее, одним политиком, одним государственным деятелем, зовут его Бениамину Нетаньягу. С точки зрения оперативных возможностей, у Израиля всегда есть способность добраться, была и есть способность добраться до Хасана Насралы, дело только заключается в двух факторах. Это окно оперативных возможностей, то есть должно быть создано идеальное для нас условие, ситуации, в которой мы понимаем, что вот он там, вот сейчас можно бомбить, вот, пожалуйста. Это первый фактор, фактор номер два, это, собственно, само решение, которое понимает, ну, по большому счету, наверное, один человек, да, то есть он советуется с главой МОСАДа, с главой Шабака, с министром обороны, с наш генштаба, с главой военной разведки и так далее и тому подобное, но в конечном итоге приказ отдает один человек, это глава правительства. И в этом смысле я бы, вот сейчас война кредитов идет, да, кто там, на самом деле, принимал решение, был ли там полет Нетаньягу на Генассамблею отвлекающим маневром, который мог бы заставить там Нетаньягу на сразу подумать, ну, пока он там за границей, мне ничего не грозит, все это как бы красиво, но немножко бесполезно, я обратил бы ваше внимание на одну вещь. Во-первых, ликвидация Хасана на Саал, это, безусловно, если можно так сказать, заслуга, да, это Бенеми Нетаньягу, именно почему? Потому что именно он принимает это решение. Во-вторых, согласно этой же логике, если это решение было принято в 2024 году, то все годы бурной террористической деятельности этого человека это тоже зона частичной ответственности, невинной, заметьте, ответственности того же самого Бенеми Нетаньягу, поскольку если раньше была эта возможность, если раньше была эта способность наших спецслужб и нашей армии добраться до него, но это не делалось, это, наверное, не делалось в силу тех или иных каких-то причин, я не знаю, какие, все возможное, все легитимно, однако, человек, который сегодня берет на себя вот этот вот кредит за его ликвидацию, это тоже самый человек, который находился во власти у нас все последние очень много лет, а, соответственно, наш враг, который продолжал действовать и очень, как бы, болезненные удары нам наносить, вторую Ливанскую вспомним, вспомним начало нулевых, вспомним многочисленные попытки похищения наших граждан, да, наконец, вспомним теракты против израильских представителей и еврейских организаций за пределами Израиля. Это все он насрала, это все она хизбалла, и, соответственно, сам факт того, что этот человек находился там, где он находился все последние годы, это тоже зона ответственности Израиля. Я сейчас не буду персонифицировать, да, но Израиля, скажем так. Почему не было принято решение раньше, почему в последний момент, когда самолеты находились в воздухе и в октябре прошлого года было отменено это решение, я не знаю, вы не знаете, мало кто знает, наверняка есть какие-то легитимные там, доводы в пользу того, чтобы это решение тогда нужно было отменить, там, американское давление, не знаю, что еще, какие-то другие там факторы, которые необходимо было принимать во внимание. По, как бы, факту сегодня мы понимаем, что, ну, это хорошо, что Хасан насрала больше не с нами, и, наверное, легитимно звучит так же вопрос, почему это не произошло раньше. Можно ли спрогнозировать, как наши успехи в Ливане повлияют на операцию в Газе, то есть, удастся ли нам приблизиться к освобождению заложников? Я думаю, Игорь, это вопрос вопросов на самом деле, это самое важное, что сегодня мы должны для себя решить. Тут ведь два аспекта очень важных. Во-первых, мы все время, то есть, не мы, Натаньягу все время увязывает ситуацию на севере, ситуации на юге, не далее, как буквально накануне он говорил о том, что продвижение нас, наши успехи в Ливане повлияют на продвижение сделки по заложникам, это его слова. И тут надо понимать две вещи. Во-первых, нам надо понимать, как мы разруливаем ситуацию на севере. То есть, есть два сценария, военный и дипломатический. Если военный, то это значит, что мы заходим ногами туда. Кстати говоря, телеканал ABC сегодня со ссылкой на американские источники заявил, что наши ограниченные силы уже находятся на территории Южного Ливана в районе границы с Израилем, к северу от границы. В Израиле это, разумеется, никак не комментируют, но это интересно. И, соответственно, если это военный сценарий, это наземная операция, то эта история на очень-очень долго, потому что мы там уже были, уже прецеденты известны. Второй сценарий, это дипломатическое урегулирование, правда, не совсем понятно, с кем сейчас говорить, поскольку Хизбалы немножко как бы уже и нет, по крайней мере, верхушки точно. Ливанское правительство, видимо, до сих пор все еще нерелевантно, к сожалению. И американские посредники могут сколь угодно там, сюда приезжать, но с кем он будет встречаться, тоже не совсем понятно. И в этом смысле какого-то финала внятного истории на севере, честно говоря, я пока не вижу. То есть, ну, мы видели, как вчера обстреливали окрестности Иерусалима, как сегодня с утра опять в Твере, сват несчастный, который находится там рядом с базой Мирон, который находится там под огнем все время. Эти обстрелы будут продолжаться, они будут продолжаться, пока, видимо, мы не зачистим настолько, насколько это возможно, арсеналы Хизбалы не ликвидируем, или пока не будет принято решение в Тегеране, что все, пора сворачиваться. Но какого-то внятного, скажем так, горизонта событий истории на севере лично я пока не вижу, скажем так, за углом. То есть, мне кажется, что эта история еще будет продолжаться. Теперь, сказав все это и долго, я прихожу к югу, поскольку это был вопрос, как все это повлияет на юг, на наш. И Хесенуар, безусловно, смотрит на то, что происходит в Ливане. Не далее, как в прошлом месяце, по-моему, или даже в этом, поправьте меня, если я ошибаюсь, И Хесенуар, помните, направил специальное послание Хасану Насрали, в котором он благодарил Хизбалу за то, что она вот так вот поддерживает Хамас в деле палестинского сопротивления. Теперь, благодарить особо как бы кого-то и нет. Нет, 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 некого благодарить. И Хесенуар делает для себя два вывода, на мой взгляд. У него два сценария развития событий. Либо это тот фанатик, которого мы уже знаем, с которым мы знакомы, но он хладнокровный такой фанатик, а соответственно, судьба Хасана Насрала ему как бы немного по боку, и он продолжает тянуть время, понимая, например, что в случае победы Харрис, такое давление там со стороны Байдена, который все еще президент, и Харрис, который будет избранным президентом, на Бенемине Нитаниягу может, теоретически, но может вынудить Нитаниягу пойти на сделку на условиях Хамаса. Что такое условия Хамаса? Это выживание Хамаса как организации, лично неподкосновенность Сенуара и потенциал восстановления Хамаса как группировки в секторе Газа или за его пределами, это на самом деле уже не так важно. Либо в ситуации, в которой Хизбаллы как бы немного уже нет, а Иран явно не торопится поддерживать Хамас в этом деле палестинского сопротивления, Сенуар понимает, что окно возможности его личное упущено, и необходимо либо воевать до конца и погибать как шахид, либо идти на первый компромиссный план американцев, который был предложен вот-вот буквально по-моему в конце мая, в начале июня. А это значит, что в этом плане нет места Хамасу в послевоенном устройстве сектора Газа. Что-то мне подсказывает, что второй вариант для Ихи Сенуара менее реален, чем первый с его точки зрения, поэтому ситуация в Ливане, если уж так вот подытожить то, что я пытаюсь сказать, это конечно болезненный удар вообще по всем, включая по Ихи Сенуару, он ведь хотел зажечь Ближний Восток, но как бы не сильно получилось по всему, и соответственно получается, что тянуть время для него это вот та стратегия, которая у него еще осталась. Дмитрий, вы сказали, что вы не видите вот какого-то финала, не можете его спрогнозировать, я тут тоже с вами абсолютно согласен, я вот тоже не могу понять, чем тогда эта история может на севере закончиться, но как тогда должна формулироваться задача, которая будет стоять перед САЛом, если начнется операция, в Ливане, то есть, как говорил один мой знакомый, очень опытный политик, он говорил, что если ты, прежде чем входить в какую-то комнату, ты должен понимать, как ты будешь оттуда выходить, то есть, что тогда, какова задача, которая должна стоять перед военными? так что-то и дело, что задачу определяют перед военными, определяют политики, определяют политическое, военно-политическое руководство, и это тот самый, вот, это та самая серая зона, в которой мы сейчас находимся, и существованием которой мы с вами согласны, армия выполняет приказы, армии скажут завтра, ребят, ножками заходим в Южный Ливан, начинаем зачищать все деревни Южного Ливана от присутствия там сил Радуана, последних каких-то оставшихся складов с ракетами, армия будет это делать ровно так, как армия это делает на территории сектора газа, да, это другая война, да, это другие потери, да, это абсолютно другой масштаб вообще происходящего, но тут на самом деле сценарий-то очень простой, что еще может делать армия, кроме как выполнять вот эту вот задачу, да, а дальше начинаются вопросы, как долго находиться будет армия там, как далеко она будет продвигаться, дойдет ли она, например, до реки Литани, хватит ли у нас ресурсов на подобную роду, на подобного роду войну, да, не забываем у нас тут агентство Мудис, наш кредитный рейтинг обрушило на две позиции, соответственно, нам придется платить по долгам больше, вот, то есть, ну, это весь комплекс вопросов, который легитимен, но это не вопрос к армии, это вопрос к военно-политическому руководству, хотим ли мы создать зону безопасности, по примеру, Первой Ливанской войны, исходя из того, что, ну, наше присутствие там необходимо, этот комплекс вопросов руководством, кто-то должен себе сказать, ребят, окей, давайте дальше думать, что мы делаем, у нас есть очень мощный тактический успех, не стратегический, обратите внимание, тактический, ликвидация Хасана Насралы, это тактическая победа, не стратегия, Хизбалла продолжает существовать, Иран продолжает оставаться за плечами, за спиной Хизбаллы, все, этот фраг никуда не делся, расклад сил на Ближнем Востоке пока не поменялся, мы еще не уничтожили ни Хизбаллу, ни Хуситов, не Иран, все еще все эти шахматные фигурки на этом поле, они все еще продолжают существовать, поэтому вопрос на самом деле адресован к Беднямину Нкиниагу в большей степени, наверное, к его министру обороны, не знаю, но армия, армия будет выполнять их задачи, и тут в данном случае сценарии вполне себе понятны, если мы хотим развивать успех, то наземная операция на мой взгляд неминуема, невозможно, как бы невозможно сейчас вот в этой ситуации, в которой на той стороне абсолютно непонятно с кем говорить, заставить Хизбаллу каким-то образом принять резолюцию 17-01 организации объединенных наций, только основываясь на военно-воздушных ударах, видимо, видимо, нам придется туда заходить, хотя, конечно, это будет война уже, во-первых, как я и сказал, затяжная, во-вторых, видимо, куда более кровопролитная. Гайбхор, наш известный востоковед, хорошую шутку, на мой взгляд, опубликовал у себя в телеграм-канале, насрало, запутался в паутине, то есть, то самое его знаменитое заявление, что Израиль это паутина, которую можно легко порвать. События последних дней в Ливане показали, что, ну, не только мы ошибаемся, в племенах, которые окружают нас, но и племена нас совершенно не знают. Да, это, безусловно, один из самых больших сюрпризов последней войны. Мы ведь начинали эту войну с плохом настроении, с плохой ситуацией. Во-первых, с поражением, но все это началось гораздо раньше. Летом прошлого года я гостил у своих родителей в Германии, в Низг-Кавране там живут, у меня там родственники, друзья, мы сидели, сидели, в общем, не знаю, сидели, отмечали. Меня спросили мои германские друзья, родственники, что будет. Я им сказал, будет война. Не то, чтобы нужно быть каким-то правительством, понимали, что все к тому идет. На самом деле, имел в виду, я, конечно же, не Хамас, для всех это был большой сюрприз, а Хизбалу. И говорил я это на фоне, помните историю с двумя палатками Хизбаллы на территории Игра? Совершенно верно, да. Это называлось потеря фактора сдерживания. Когда мы дрожали, что нам делать с этими палатками? Вот не дай бог мы сейчас их там вытесним на территорию Ливана, ведь на нашей израильской суверенной территории находились. И мы все боялись относительно того, а вот что будет, а вот сейчас Хизбалла начнет нас обстреливать. Это называется потеря фактора сдерживания. Эта потеря фактора сдерживания это была ситуация, в которой мы находились накануне этой войны. А сегодня мы этот фактор сдерживания, во-первых, вернули, а во-вторых, посмотрите на Хасана Насраву, человек, которого мы небезосновательно представляли, как, ну, такой аналог Ихи Синвара с точки зрения расчетливости. Холодный ум, трезвый, возможность анализировать, просчитывать, некая его уверенность в том, что он знает нас лучше нас, но это такое, на Ближнем Востоке это как бы принято, но мы вполне себе исходили из того, что это очень коварный, серьезный, опасный враг, и все это так. Но выяснилось, что этот же человек 8 октября совершил ошибку. То есть, может быть, их было две этих ошибки, не знаю, может быть, первая ошибка была в том, что он не подключился 7 октября, так же, как это сделал Хамас, но 8 октября он начал обстреливать Израиль, решив навязать нам войну на истощение, ради абсолютно, на самом деле, ну, такого важного, но тем не менее, не корневого важного нарратива для Хизбаллы и для Ирана, а именно, это вот поддержка там палестинского сопротивления, как бы пафосно все это не звучало, это не их главная цель, и вот он думал, что он навязал нам войну на истощение, и в этой войне оказалось, что он, как бы, заплатил собственной жизнью за это дело палестинского сопротивления, это во-первых, во-вторых, его группировка понесла самые тяжелые потери с момента, за всю свою историю, наверное, за всю свою историю, и самое главное, что, как бы, счетчик еще тикает и идет, все еще наши ВВС наносят удары, и только Иран может сегодня спасти Хизбалу и сказать, ребята, заканчиваем, давайте отходим за реку Литане, через ливанское правительство каким-то образом выходим на посредников, и как-то эту историю мы можем, как бы, закруглить. Вот, пожалуй, наверное, я вот сейчас додумал вслух, возможный сценарий урегулирования этой истории, если того захотят иранцы, на самом деле, да, то есть только для того, чтобы восстановить Хизбалу для следующей войны с Израилем, ну, может быть, разве что так. Вот так вот позорно на самом деле по всем параметрам он закончил свою блестящую в кавычках карьеру.